Особой популярностью пользовались горнолыжные комплексы. Их инфраструктуру в разгар праздников оценили премьер-министр России Дмитрий Медведев и глава Кубани Вениамин Кондратьев. Председатель правительства страны отметил, что Сочи действительно стал круглогодичным курортом мирового уровня и центром подготовки профессиональных спортсменов. Вся инфраструктура постолимпийского наследия привлекает сюда все большее число туристов. В прошлом году здесь отдохнули 6,5 миллионов человек. Ну и, конечно, это вносит существенный вклад в развитие региона. Доходы, которые поступают в бюджет Краснодарского края с территории Сочи, с доолимпийского периода, то есть с 6-го года, по настоящее время, то есть по 16-й год, увеличились в 3,5 раза. То есть на 350 процентов. По словам Дмитрия Медведева, в лучшую сторону изменилась ситуация в гостиничном бизнесе. Сегодня номерной фонд Сочи рассчитан на 200 тысяч мест. И даже несмотря на значительное увеличение туристического потока, даже в пик сезона практически всегда можно снять номер. Однако сегодня есть необходимость дальнейшего развития курорта, отметил также премьер-министр. По мнению Вениамина Кондратьева, в первую очередь сейчас нужно работать над тем, чтобы отдых в олимпийской столице был доступен всем жителям страны. Курорт Сочи должен быть доступен всем категориям граждан и с высоким достатком, и с низким, и со средним. А сегодня мы говорим о том, что он доступен только для тех граждан, которые имеют высокий уровень финансовой обеспеченности и средний уровень. И сегодня, наверное, основная проблема, которая вызывает пленые нарекания и у жителей края, и у гостей города Сочи. И я думаю, что здесь ценовая политика сегодня ательеров должна быть более гибче. Заработать можно даже в межсезонье, сделав туры более дешевле и более доступней. А на сезоне, конечно, можно и зарабатывать, и хорошо зарабатывать. Не нужно обращать только на толстый кошелек. Нужно смотреть в целом на любых сегодня потенциальных наших отдыхающих. Также для дальнейшего развития курорта сегодня разрабатывают проекты соединения горнолыжных трасс и введения единого скипаса. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.